Он сочиняет музыку разных жанров, от классических симфоний до современных поп-хитов. Игорь Бесчастный – композитор, без стилевых запретов, без творческих клише, и музыка у него такая же – безграничная. Если делаю работу, которая мне нравится, независимо от стиля музыки, если она интересная, и я конкретно пишу для конкретного исполнителя, для конкретного оркестра, то я от этого получаю удовольствие, естественно. И эта работа, я считаю, что она лучшая. Когда учился в консерватории, больше писал симфоническую фортепианную музыку. С развитием профессионального стажа осваивал новые направления. В написанном репертуаре есть и увертюра к опере, и музыка к балету. Он делает ремиксы для известных российских и зарубежных исполнителей. А еще экспериментирует с джазом и блюзом, который исполняет его квартет «Be and the Band». А в последние несколько лет Игорь Бесчастный вернулся к серьезной музыке. И, как сам говорит, увлекся органом. Я вернулся вот к органу «Хамонд». Это легендарная такая штука. Очень интересный такой вот у него теплый звук. Он, ну, это инструмент, который меня... Сочиняет музыку на этом же инструменте. Одно из недавних симфонических произведений «Апокалепсис» – отклик на столь ожидаемый конец света, в котором композитор увидел не финал, а обновление. Я люблю в тишине все делать, когда нет света. Я почему не люблю Москву, а обожаю Коскоп. Потому что здесь вот, ну, только здесь можно писать спокойно и что хочешь писать. У меня просто был большой опыт жизни там и за границей, и в Москве, естественно. Вот, за границей, ну, даже достаточно приличное время и в Германии. Вот, ну, дело в том, что все равно тянет сюда и здесь именно пишется. Там можно поехать просто что-то показать, исполнить. Себя Игорь называет счастливым человеком, потому что если берется сочинять, то обязательно доводит начатое до конца. Если музыка захватывает, Игорь может создать ее за неделю. Так было, когда он сочинил 20 номеров для фантастического фильма. Записывает свои музыкальные идеи карандашом, чтобы была возможность исправить. Ведь творчество имеет свойство устаревать, считает бесчастный. Для собственного вдохновения он тоже слушает музыку. Конечно, всех направлений. Мой хороший друг, он имеет огромную библиотеку винила. То есть винила пластины. Когда это слушаешь в замечательном качестве и в замечательном исполнении, то можно слышать любую музыку. Поп-музыку, симфонику. Ну, конечно, симфоническая музыка интересна. Вот я последний раз слушал оркестр Караяна, это вообще восхитительно. То есть на виниле это очень здорово звучит. С некоторыми музыкантами, которых когда-то слушал на виниле, Игорю бесчастному довелось поработать вместе. В 2003 году, например, сотрудничал с участником группы ACDC Брайаном Джонсоном. Композитор написал оркестровую партию для песни Road to Hell, которую с рок-музыкантом исполнил Молчановский оркестр. Общение принесло, конечно, удовольствие. Насколько я помню, это не тот человек, который мы привыкли в ACDC слышать. То есть там хриплый голос, на самом деле все там нормально, и с интеллектом, и он очень такой прикольный человек, поживный, очень жизнелюбивый. Не пьет, не курит, но курит сигары. И самое интересное, что когда оркестр записывал в тон-студии, он пришел на репетицию с сигарой. Даже наши были в шоке, но это была шутка. Сочиняют бесчастный много. Самое сложное, говорит композитор, это не написать, а довести музыку до сцены и слушателя. Но у него получается. Его симфония номер один в памяти жертв терроризма в 2008 году звучала в Лос-Анджелесе на открытии консерватории. Исполнял симфонический оркестр консерваторский Канубийского университета, это профессиональный оркестр. Дирижевый Сергей Паскулин, наш замечательный дирижевый, мой личный дух, было очень много отзывов, прессы, и письма писали мне американцы, друзья. Уже несколько лет бесчастность состоит в ассоциации джазовых органистов. Он почетный член гильдии американских композиторов. И только две недели назад его включили в состав Российского союза композиторов. Игорь признается, что сначала сам был очень удивлен. Но это звание дает новые возможности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова